Верховный суд Татарстана сегодня огласил приговор мужчине и женщине, обвиняемым в убийстве третьего лишнего. Предполагаемых любовников, 43-летней Юлию Черемухину и 48-летнего Сергея Суворова, подозревали в убийстве 52-летнего мужчины. Следствие считает, что подсудимые после совместного застолья нанесли ему около 40 ножевых ранений и добили ударом по голове, тогда как защита заявляет о полной невиновности обоих. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. По версии обвинения, преступление произошло вечером 7 декабря минувшего года. В тот день в квартиру обвиняемой пришел ей предполагаемый любовник Сергей Суворов. Там же находился и Ильдус Каримов. Встреча быстро переросла в застолье, в процессе которого между мужчинами возник конфликт на почве ревности. Как полагает обвиняемый, подсудимый схватил нож и напал на потерпевшего. Позже на теле его жертвы эксперты насчитали больше 40 колотых ранений. Некоторые из них, уверены следователя, нанесла Черемухина. Несмотря на полученные ранения, мужчина все еще подавал признаки жизни. Тогда Суворов, вооружив с неустановленным предметом, нанес ему еще несколько десятков ударов по различным частям тела. После этого любовники вытащили тело на лестничную площадку, а сами ушли к Суворову продолжать распиваться упакованные напитки. Процесс по этому делу стартовал 12 апреля и уже сегодня суд начал уносить приговор. Перед его оглашением обвиняемым предоставили последнее слово. На последнем слове никто из подсудимых свою вину так и не признал. Юлия Черемухина заявила, что оговорила себя на предварительном следствии, так как Сергей Суворов также уповал на ее противоречивые заявления. Этой же позицией придерживались их адвокаты. Как уверена сторона защиты убийства Льдуса Каримова, дело рук совсем другого человека. Об этом говорила и сама Черемухина. Когда мой Суворов уснул, пришел некто третий человек, который вступил в конфликт с погибшим и нанес ему ножевые ранения. После чего ушел. Эту версию не проверялся. Там есть следы ДНК третьего человека на месте происшествия, есть следы огуви, принадлежащие третьему человеку. Здесь в судебном заседании она рассказала то, как было, все происходило на самом деле. Я считаю, что ее вина не доказана материальными делами и внесение какого-то обвинительного решения по делу с учетом только ее признательных показаний будет не соответствовать закону. Представитель государственного обвинения имел совсем другой взгляд на эту ситуацию. В суде подсудимое показало, что преступление совершили не они, а человек со злыми глазами и черными волосами. Как вы слышали, в приговоре неизвестный мужчина появился только в суде, только в показаниях подсудимой. И ничем его существование не установлено. Наоборот, опровергается даже. И в совокупности доказательств по делу опровергается его существование. Выслушав мнение всех сторон, суд признал подсудимых виновными. Сергею Суворову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А Юлия Черемихиной 10 лет в колонии общего режима. Стороны могут обжаловаться в приговор в течение 10 суток. Айрат Назипов, Константин Буршуев, Вызов 112.